Спасибо. Спасибо. Пластметодов машинного обучения. Сейчас начинаем совсем другую историю, связанную с нейронными сетями, с дип-леунингом и так далее. Сегодня мы поговорим про нейросети. на самом деле нейросети бывают очень разные сегодня мы будем обсуждать штуку которая называется многословенный персептрон или полносвязь на нейросеть чуть попозже мы поговорим про более специализированной архитектуры вот но давайте начнем с многословенного персептрона начну давайте прежде чем рассказать про то что это такое как это все работает давайте я скажу два слова про некоторую мотивацию вот мы знаем что у нас бывают ситуации когда мы хотим делать то что называется фичи инжиниринг ну собственно говоря существенная часть работы дата сантиста состоит в том что хороший вопрос нормально качестве забрали мне экран нормально видно да если речь продемонстрируем экран я думаю речь про него мы говорили о том что бывает такая задача как фичи инжиниринг то есть у вас есть какие-то фичи в ваших данных а вы из них составляете какие-то новые фичи применяете какие-то функции как-то комбинируете их рассматриваете там линейные комбинации нелинейные комбинации как вы это можете делать из каких-то соображений связанных с каким-то domain knowledge со знанием того как устроена как устроена реальность как устроен мир стандартный пример скажем но вот даже не про машинное обучение скорее про такую эконометрику что если вы делаете какое-то исследование связанное с допустим зарплатами и вы хотите знать как зарплата зависит там от чего-нибудь от возраста например то скорее всего вы понимаете что зарплата от возраста она может зависеть ну как-нибудь не обязательно линейно как нибудь вот так на как-нибудь каким-то вот таким вот образом она может зависеть она может с возрастом например увеличиваться но при этом увеличиваться все медленнее и медленнее может быть она даже в какой-то момент начнет убываться допустим когда человек выходит на пенсию как правило его доход уменьшается и поэтому если вы если у вас допустим есть целевая переменная скажем доход и у вас есть значит одна из ваших фич это возраст то скорее всего вы хотите добавить вашу модель особенно если эта модель допустим линейная вы захотите добавить квадрат возраста чтобы учитывать вот это вот такой характер поведения этой зависимости но просто потому что у нас есть какие-то представления о том как устроена как устроена реальность помимо того что у нас есть данные у нас есть в голове какие-то в голове это в статьях или еще где-то есть какие-то модели которые говорят как как эти зависимости которым пытаемся моделировать могут быть теоретически устроен здесь например у нас был бы доход допустим был бы как-нибудь там w0 плюс w1 возраст плюс w2 на возраст в квадрате у нас возраст в квадрате это как бы некоторые наши новые с инжиниренная нами фичи новый признак другой пример который мы разбирали тоже такой не настоящий а скорее искусственный это какая-нибудь вот такая ситуация что у вас задача классификации и у вас ваши объекты двух классов они устроены как-то вот парк значит допустим объект одного класса находится близко к какой-то точке к нулю объекты другого класса находится далеко от этой точки и опять же если вы используете какой-нибудь там линейный классификатор да даже если не линей более-менее не важно какой вам конечно было бы очень хорошо жить не в пространстве ваших исходных признаков вам было бы хорошо жить в пространстве на самом деле вам было бы хорошо просто вот всю эту вот картинку спроектировать на такой новый признак сказать что вот у вас есть признак x3 который есть скажем x1 в квадрате плюс x2 в квадрате и вот в этом вот новом признаковом пространстве она будет уже даже одномерным у вас жизнь будет устроена гораздо проще что у вас вот эти вот красненькие квадратики они будут жить где-то тут вблизи нуля все зелененькие крестики они будут жить где-то вот здесь и тут конечно нет никакой проблемы построить разделение между этими двумя класса в общем короче говоря довольно часто удается сильно упростить задачу машинного обучения введя некоторые новые признаки которые ну что значит введя новые признаки они не берутся из ниоткуда они просто являются какими-то функциями от тех признаков которые есть например как возраст в квадрате в этом примере или как сумма квадратов признаков x1 x2 в этом примере и дальше возникает такой вопрос ну хорошо вот что в таком классическом машинного обучения у нас вот эта задача задача фич инжиниринга она ложится на плечи как бы специалист на плечи человека мы должны используя свой опыт и свой domain knowledge мы должны как-то придумать как эти вот новые фичи должны должны выглядеть как они должны выражаться через исходные фичи но с другой стороны можно с можно было бы эту же самую задачу тоже рассматривать как такую часть задачи машинного обучения можно было бы сказать а давайте у нас теперь новые фичи тоже будут генерироваться с помощью какой-то обучающейся процедуры то есть что это означает это означает что у нас теперь наша модель устранена так вот у нас есть изначальные наши данные пусть новые фичи новые признаки генерируются автоматически да то есть фактически у нас здесь сейчас выглядит так вот у нас есть какие-то исходные наши данные значит ну давайте вот я просто нарисую этот как будто меня вектор x1 и так далее xd это один элемент значит это один объект и дальше я на него действую каким-то отображением пусть будет это отображение f генерирую какие-то новые фичи скажем y1 и так далее пусть будет не y другую другую буквой буду использовать будет h h1 и так далее h ну давайте я здесь напишу какой-то n1 это значит вот это мои исходные признаки это новые признаки ну а потом я вот к этим новым к этим новым признакам могу дальше применить какую-то новую функцию пусть будет хорошо здесь пусть будет f1 а здесь будет м2 и например получить уже какое-то предсказание ну давайте я скажу что у меня предсказание тоже какой-то вектор пусть это будет y1 и так далее y это мои предсказание кто такой f2 вопрос ну например можно думать что f2 это м линейных регрессий на вот этих признаках для начала ну я сейчас вот эта картинка она такая очень общая то есть я не говорю как конкретно задаются функции f1 и f2 я про это скажу через секунду а сейчас я рисую такую общую модельку что вот можно представлять себе можно конструировать такие предсказывающие функции которые будут устроены вот так композиции нескольких функций и при этом допустим первую функцию этой композиции можно воспринимать как просто способ сгенерировать новые признаки из исходных из каких конкретно семейств выбираются вот эти вот функции f1 и f2 это уже детали которые мы сейчас тоже обсудим а вот h1 hn1 зависит только от x1 xd или еще от того что написано ну а того какие нам объекты изначально даны смотрите значит то что вот здесь сейчас написано это ну как бы это устройство предсказывающей функции я сейчас не объяснял и не обсуждал как именно мы эту штуку будем обучать то есть на самом деле конечно вот это вот f1 и вот это вот f2 это какие-то функции которые зависит от параметров и параметры определяются в процессе обучения по тем данным которые были в обучающей выборке вот та схема который я нарисовал это просто схема того как наша функция устроена как она будет генерировать нам предсказания по исходным признакам когда мы ее попросим это сделать но эта картинка пока что не обсуждает как именно эти функции будет находиться как будет происходить процесс обучения вот собственно говоря моя мысль сейчас предельно проста а значит мы до сих пор когда мы ну то есть мы рассматривали уже разные методы машинного обучения но сейчас мы будем прицельно рассматривать такие методы которые представляются в виде композиции нескольких функций у которых вот функция которая генерирует предсказание она представляется виде композиции нескольких функций начну вот то что я сейчас нарисовал здесь здесь композиции всего двух функций f1 и f2 но в принципе можно было бы рассматривать можно было восстановить к позиции с большего количества функций что на самом деле и делается Вот эта картинка показывает некоторый переход от того, что мы обсуждали раньше, к тому, что мы будем обсуждать сейчас. Давайте я как раз спрошу, кто такие F1, F2 и так далее. Тут стандартная история про многословный персептрон. Это первая и самая простая модель нейросети, с которой все начинается, хотя на практике революция, которую создали нейросети, она связана не с многословными персептронами, а она связана с более сложными архитектурами, которые мы будем обсуждать позже. Но, тем не менее, повествование про нейросети всегда начинается с рисования такой картинки. Значит, мы рисуем какое-то количество кружочков, которые обозначают входные данные, X1, X2. Дальше у нас есть так называемые скрытые слои. Значит, пусть это будет H1. Давайте я буду писать еще нижний индекс. Это будет H1.1. Это будет H1.2 и так далее. H1. Пусть будет N1. И дальше я провожу такие связи. Мы говорим следующее. Мы говорим, что каждая из вот этих вот H, она определяется таким образом. Значит, она определяется просто как некоторая взвешенная сумма вот этих вот входных XO. Ну, значит, все вот эти вот товарищи, это просто сейчас числа. Значит, вот здесь у нас есть веса. Ну, давайте я скажу, что эта штука называется, пусть тоже как-нибудь, W1.1.1.1.2.1. и так далее. W1 D1. Значит, и я говорю следующее. Я говорю, что выход на вот этом, это называется такой искусственный нейрон, что его выход, допустим, H1.1, это есть следующая штука. Значит, я просто беру суммира каждый из входов умножаем на соответствующий вес. И дальше, если я все таким образом оставлю, то это, в общем, не будет ничем отличаться от линейной регрессии. И я хочу применить какую-то нелинейную функцию, она называется функция активации. Но давайте я ее буду сейчас обозначать буквой А. Значит, А – это какая-то нелинейная функция активации. Значит, А – это просто какое-то отображение типа из RVR, одномерное. Ну и то же самое про каждый из остальных нейрончиков. Значит, у нас здесь появляются веса. Ну вот я нарисовал веса, которые входят в первый нейрон скрытого слоя. Понятно, что то же самое можно нарисовать со всеми остальными. Здесь тоже будут какие-то веса появляться. Значит, давайте, пусть они называются, допустим, W2, D2 и так далее. Ну и, соответственно, у нас получается, что… Значит, давайте, чтобы написать эту формулу более универсальной, мне нужно здесь заменить… Пусть у меня вот здесь будет индекс G. И здесь у меня тоже будет индекс G. Значит, вот эта единичка обозначает, что это у нас первый скрытый слой. G – это номер элемента в этом первом скрытом слое. И, соответственно, у нас здесь возникает вот такая вот штука. Значит, на самом деле, что это означает? Можно это записать в такой векторной форме и сказать, что у меня просто есть вектор H1, и он получен путем применения функции активации. Значит, только что здесь написано, если я просто распишу это в векторной форме? Вот это вот что за штука такая будет? Скалярное произведение. Да, на самом деле у нас много скалярных произведений с разными W-житами. Значит, если я запишу вектор, который устроен так, что вот у меня G меняется, и я хочу написать вектор, у которого на житой позиции написано вот это выражение. Это произведение матриц у вас получается. Да, это просто нужно умножить матрицу на вектор X. Единственное, что нужно с правильной стороны умножить. Тут в зависимости от того, как нумеровать эти вот индексы, получается ли бы такое произведение, ли бы сякое произведение. Давайте посмотрим, какое у меня сейчас получилось. Значит, если у меня есть матрица W, W, значит, пусть она будет W1, и это будет матрица W1, W1 и так далее, W1. Здесь у нас что будет? D. Здесь будет W. Что-то много индексов стало. WN1. Значит, у меня G меняется от 1 до N1. Правильно? Значит, вот так вот. W, N1, D1. Значит, чего здесь получается? Ну, отлично. Я, похоже, так написал матрицу, чтобы у меня было просто произведение вот такое. Да, правильно? Ой, да. Вот. Значит, здесь как бы вот эта вот штука – это вектор, а вот эта – это функция из R в R, но я подразумеваю, что я применяю эту функцию по элементам. Сейчас, ну, немного, наверное, нам нужно транспланировать, потому что у нас здесь, чтобы умножить на такой вектор, в матрице дал… Сейчас, или все верно? Нет, все верно, извиняюсь. Нет, нет, по-моему, вроде бы я матрицу написал так, что я сейчас не нужно транспланировать. Да, все верно. Это как бы у меня в половине лекции получается так, в половине по-другому, потому что я никогда не могу запомнить, в каком порядке десяти индексов писать. А вот салтца – это что? Поэлементная? Да, я здесь просто поэлементно применяю. То есть у меня есть отображение из чисел в число, и я ее просто к вектору применяю поэлементно. Вот. Ну, и, значит, вот так вот я описал одно наше отображение, одну нашу функцию. В частности, я сейчас описал вот эту функцию f1. Но все остальные функции будут устроены так же. То есть, в принципе, можно нарисовать вот такую картинку. В ней может быть сколько-то слоев, у этих слоев могут быть разные размеры. Ну, и я говорю, что если вы когда-нибудь видели хоть какую-нибудь статью про нейросети, особенно какую-нибудь популярную, то почти наверняка где-то в ней есть вот такая вот картиночка. Вот что-нибудь в таком роде. Значит, соответственно, каждому из вот этих вот переходов соответствует своя матрица. Значит, вот здесь вот была, допустим, матрица W1, тут будет матрица W2, тут, допустим, будет матрица W3. Соответственно, вот эти вот слои, которые не являются входными или выходными, они называются скрытыми. Значит, сейчас вот я нарисовал архитектуру с двумя скрытыми слоями. Я поэтому использовал букву H, значит, от слова hidden. Значит, вот это входы. Это скрытые слои. Это, соответственно, выход нейросети. Ну, то есть это какие-то наши предсказания. Ну, понятно, что если мы решим просто задачу регрессии, то здесь выходной нейрон будет один. То есть просто будет вот такая вот картинка, а вот этой части не будет. Но можно думать о том, что мы решаем сразу. Много сдача регрессии. Тогда будет несколько выходных слоев. Выходных нейронов. А вот функция активации, она везде одинаковая, я скажу. Это хороший вопрос. В первом приближении, ну, окей, не совсем так. Не обязательно, чтобы она была везде одинаковой. Вообще, надо сказать, что вот то, что я сейчас описываю, это такая, значит, это частный случай и некоторой архитектуры. И при этом в этой архитектуре можно менять примерно все. То есть на самом деле можно было бы сказать, что можно было бы говорить более общо, начинать вообще не с этой архитектуры, а начинать со штуки, которая называется вычислительным графом. Это такой ориентированный граф без циклов, у которого есть какие-то значения, у которых есть, значит, изначальное значение приписано на каких-то вершинах. А значения в других вершинах вычисляются по каким-то формулам в зависимости от того, какие ребра из каких вершин в эту вершину входят. Вот это вот частный случай вычислительного графа. Здесь значение вот в этих вот вершинах вычисляется по значению вот в этих вершинах, значение в этих вершинах вычисляется по значению в этих вершинах и так далее. Извините, но вот тут же куча циклов есть. Нет, если бы я хотел сделать этот граф ориентированным, я бы сделал бы вот так вот стрелочки бы расставил, что у нас как бы вычисление происходит слева направо сейчас. Цикл должен быть ориентированным. И дальше, на самом деле, вы можете создавать более-менее какие угодные архитектуры. И в частности, вы можете делать так, что у вас, допустим, на разных слоях будут разные функции активации. В некоторых случаях это полезно, сейчас обсудим даже в каких. Но сейчас я рисую какой-то самый базовый пример, самый простой пример. Значит, у нас получается, что давайте просто скажем вот что. Давайте просто для того, чтобы написать формулы, скажем, что у нас вот эти вот иксы объявим их h0. Значит, вот это h1, а вот это пусть будет h0. А выходы тоже объявим h, ну, просто чтобы одну и ту же букву использовать. И тогда у нас просто вот такая формула hk плюс первая. hk плюс первая равняется. Там какая-то функция активации, возможно, зависящая тоже от k. Матрица, которая содержит веса k, умножить на hk. Сейчас, значит, давайте только вот так. Здесь должна быть hk минус первая. Вот, собственно говоря, наша нейросеть. Чтобы совсем окончательно сказать, как она устроена, давайте я скажу, что популярный выбор функции активации надо сказать, что когда все это начиналось в качестве функции активации, часто использовали какую-нибудь сегмоиду или что-то похожее на сегмоиду. Например, если сегмоиду немножко перемасштабировать, то будет гиперболический арктангенс. Допустим, какая-то вот такая функция. У этого была, ну, то есть, на самом деле, вся эта история про искусственные нейросети, она в какой-то мере началась со следующей мысли. Вот мы знаем примерно, как мозг устроен. Мы очень плохо знаем, как устроен мозг, но то, что мы знаем, это то, что в мозге есть нейроны, и они связаны друг с другом. И они как-то обмениваются информацией. И давайте мы попробуем сделать какую-то штуку, которая будет в какой-то мере похожа на мозг. То есть, там тоже будут какие-то нейроны, они тоже будут обмениваться информацией. И дальше известно, что, по крайней мере, некоторые нейроны работают таким образом, что они как бы интегрируют ту информацию, которая к ним приходит. То есть, к ним приходит какой-то сигнал. Если этот сигнал, допустим, маленький, или приходит на протяжении небольшого количества времени, нейрон ничего не делает. А если этот сигнал превосходит некоторое пороговое значение, то нейрон тоже выдает на выход тоже какой-то сигнал. И это очень похоже на поведение вот такой вот функции, которая очень маленькая где-то вот здесь, до порогового значения, и большая где-то вот здесь, после порогового значения. И, соответственно, изначально люди активно использовали вот такого вот типа функции активации, допустим, гиперболический арктангенс или сегмоида, что примерно то же самое. Давайте я напишу гиперболический арктангенс. Вот, но сейчас самое популярное из таких обычных функций активации, которым не прикладываются каких-то специальных требований, это штука, которая называется rectified linear unit. Значит, rectified. Это ужасно простая вещь. А именно это просто вот такая функция. Значит, это максимум из нуля и х. Вот. Ну, то есть, например, вы можете сделать такой персептрон, в котором все вот эти ашки будут просто вот таким вот рилу. Единственное замечание здесь, значит, какая нам нужна функция активации вот здесь, на последнем слое. Например, если вы решаете задачу регрессии. Как вы думаете, что будет, если вы будете использовать вот эту функцию relu на последнем слое, то есть на выходном, на выходном слое. Обязательно ли такая модель будет хорошей? А если нам все-таки хочется получить отрицательное число вот этих? Да, вот это, конечно, хороший вопрос. Ну, вот на самом деле, если вы решаете задачу регрессии, то у вас, как правило, на последнем слое никакой функции активации нет. Ровно потому, что если вы какую-нибудь функцию активации применяете, типа вот такой, то это приводит к тому, что у вас возникают ограничения на возможный output. С другой стороны, бывают ситуации, когда наоборот, вам нужно применить какую-то функцию активации для выходного слоя. Например, если вы решаете не задачу регрессии, а задачу классификации, то вам как раз нужно, чтобы на выходе получались бы вероятности. И для этого вы к выходу специально применяете, уже даже не поэлементу, а вы просто вот по всему вектору выхода применяете какую-нибудь функцию типа softmax, которая вам из каких-то значений делает вектор, который можно интерпретировать как вектор распределения вероятности на каком-то конечном уровне. Но так или иначе, вот такая базовая модель устроена таким образом. Значит, давайте посмотрим дальше. Вот это я описал, как в принципе наш метод работает. Но я пока что еще ни слова не сказал о том, а как же находить вот эти вот самые W-шки. Фактически параметры модели сейчас это вот эти вот матрицы W1, W2 и так далее. Или что то же самое вот эти веса, которые показывают силу связи между отдельными нейронами. Короткий ответ состоит в том, что обучать надо градиентным спуском, что, в общем, неудивительно. Более длинный ответ состоит в том, что из-за того, что у вас может быть много слоев, и у вас в каждом слое может быть большое пространство, большая размерность соответствующих объектов, тут возникают уже чисто такие алгоритмические вопросы о том, как эффективно считать градиенты. И дальше нужно произнести слово backpropagation, обратное распространение ошибки, backprop. Что это такое? Ну, это, на самом деле, алгоритм эффективного нахождения градиента вот для такой вот архитектуры, которая состоит из отдельных слоев. В принципе, как я уже говорил, нам ничто не мешало бы теоретически отойти от этой архитектуры. И, например, вместо того, чтобы рассматривать вот такие вот отдельные слои, например, нам ничто бы не мешало провести какую-нибудь вот такую связь, чтобы вот этот нейрончик напрямую влиял на вот этот нейрончик. И такое иногда делают. Причем, как бы, влиять он может теоретически по-разному, в общем, там можно делать более сложные вычислительные графы. Но конкретно для вот этой архитектуры есть метод, который позволяет эффективно находить градиенты. Давайте я покажу, в чем он заключается. Ну, как бы, когда я все это стал изучать, я вообще не очень понимал, о чем тут разговор, в чем проблема. Ну, вот, понятно, у нас есть функция, которая задана формулой. Вот формула. Можно сказать так, можно сказать, что у нас есть просто... Значит, что у меня есть просто функция, которая устроена так. Y – это есть какая-то там F1 от X, дальше здесь F2 и так далее, какая-нибудь FK. Ну, мы же градиент хотим брать по весам, по параметрам, да. Давайте я явно скажу, что здесь каждый из вот этих F действительно зависит от своей... от своей W-шки. Вот это пусть будет зависеть от W1, вот это W2, вот это от WK. Но, опять же, казалось бы, что... Ну, чего такого? У нас есть какая-то функция, которая зависит от каких-то параметров. Но при этом, как она зависит, мы прекрасно понимаем. потому что у нас есть явная формула, которая про каждый из вот этих вот F-ок говорит, как она устроена. Ну, давайте просто применим как бы теремопроизводные сложные функции, да. Понятно, что вот этот вот, например, W1, он влияет на... значит, влияет на все, что будет после него. То есть, как бы, если я считаю производную от вот этой вот всей штуки по W1, то мне нужно просто применять теремопроизводные сложные функции. Мне нужно находить производную вот этой штуки по своему аргументу, умножать на производную вот этой штуки по своему аргументу, умножать на производную вот этой штуки по W1. Ну и так далее. С W2 похожая история, она только здесь все идет вот отсюда. Но дальше возникает вопрос о том, а как это сделать эффективно, потому что, грубо говоря, все сводится к следующему. Представьте себе, от чего мы хотим находить градиент. Важное замечание, что мы хотим найти градиент, значит, какой-то функции потерь. Давайте я напишу, что это Y с крышечкой. Значит, DL от Y, Y с крышечкой по DW. Значит, Y с крышечкой зависит от W, как от параметра. Здесь W, я подразумеваю, что это вся коллекция параметров, то есть это вся коллекция матриц. W1 и так далее, WK. Важно то, что L – это в конечном итоге отображение из какого-то пространства. В конечном итоге L – это значение L – это просто число. То есть вот этот объект, который у нас здесь возникает, вот это – это просто такой очень большой вектор. В нем будет столько элементов, сколько есть элементов во всех матрицах W1 и WK. Но по своей структуре эта штука – это вектор, потому что L – это отображение в R. Ну, или, может быть, даже правильно было бы сказать, что это не вектор, а ковектор, потому что это на самом деле… ну, можно думать про это как про честный дифференциал, чтобы это был бы ковектор. Вот. Ну, вот давайте посмотрим, как эффективно находить такую штуку. Значит, вот допустим, что я бы хотел бы найти производную вот этой вот штуки. Ну, давайте я скажу по элементам вот этой вот матрицы W1, самый первый. Когда я пишу производную по матрице, имеется в виду следующее. Имеется в виду просто, что я все компоненты этой матрицы рассматриваю просто как такой один длинный эффектор. и рассматриваю градиент, соответственно, ну, просто рассматриваю вектор частных производных по каждому из этих компонентов. Понятное обозначение? Давайте посмотрим, что у меня получается. Значит, это что такое? Это есть… Значит, у меня от вот этого W1 зависит, на самом деле, вот это вот Y с крышкой. И получается, что я должен найти вот такую штуку. Дальше я должен умножить на Y с крышкой. Сейчас давайте только проверим, что я в правильном порядке пишу все эти объекты, потому что это все векторное обозначение. Здесь важен порядок. Вот эта вот штука – это то, как зависит наше предсказание от W-шек. Значит, обычно здесь… Да, наоборот, я должен, наверное, переставить. Или нет? Или все правильно? Нет, все правильно. Сейчас вот слева – это как бы вектор длины M. Мы хотим, чтобы… Ну, пускай уж вектор, чтобы скаляром по-другому просто говорить, что мы можем нажать. Мы хотим его научиться нажать на эту матрицу, а там же размер… Ну, непонятно такой, он же от M может зависеть. Ну, W1 – это же от входов… Ну, количество весов, но зависит от входов. И от весов на первом скалярке, как мы умножаем. Да, ладно, давайте я сейчас… Давайте я немножко по-другому сделаю. Не хочу сейчас записывать такую абстрактную формулу. Давайте я просто покажу, как это делается чисто вычислительно. Значит, вот у нас есть наши входы. Давайте предположим, что у меня какая-нибудь вот такая вот штука. А, и, значит, я сейчас изучаю, как у меня зависит, допустим… Давайте начнем вот с чего. Значит, вот здесь вот у меня есть… W1-1-1-1, тут есть W1-1-2, тут есть W1-1-1-3. Да, тут у меня пусть будет иксы. Тут у меня пусть будут и игреки. допустим я хочу найти давайте начнем давайте начнем вот с этой вот штуки допустим я хочу найти производную dl по d w113 то есть по вот этому весу что мне для этого нужно давайте давайте сейчас считать что у меня есть какая-то конкретная функция активации значит я знаю как она устроена я умею считать ее производные значит давайте смотреть что здесь будет происходить что у меня есть значит у меня есть производная вот этой вот штуки по y первому я ее как найду это тоже вот это вот или у меня фиксированная она у не от весов не зависит поэтому я могу просто найти производные вот этого dl по каждому из вот этих вот игрек и дальше мне нужно посчитать как зависит игрек один от вот этой вот штуки ну а про него понятно как он зависит я знаю что у меня игрек один это просто линейная комбинация это просто а от лучше крышки все таки писать чтобы не подать с ответом давайте давайте писать крышки а значит это есть здесь будет 1 плюс что там что же не зависит от w113 и соответственно для того чтобы найти вот эту штуку мне нужно найти производную д а по своему аргументу давайте просто ш штрих и умножить этот а штрих просто на а шаде а значит то есть во первых что мне нужно знать во первых если я у меня есть какой-то конкретный какие-то конкретные иксы и какие-то конкретные дубль вешки первая вещь которую мне нужно знать это мне нужно знать все таки выходные значения каждого из вот этих вот нейрончиков потому что мы ровно в этих точках потом будем считать следующие производные и в частности вот эта вот производная а она считается значит ровно в той точке которая определяется по всем вот этим вот выходом то есть прежде чем находить причем начинать находить производную первое что нужно сделать это нужно сделать так называемый forward проход прямой проход то есть вычислить значения на всех промежуточных слоях вычислить значение y неудивительно а то есть мы сначала делаем прямой проход а потом мы начинаем последовательно вычислять производные вот такого типа ну вот вот эту вот производную вычислить несложно это эта штука это какая-то фиксированная производная l по игрек один с крышкой мы ее можем найти явно если знаем явно как это иллюстраивание умножить на ну на вот эту вот вещь но дальше смотрите то есть давайте я напишу что это есть d l потом d y 1 с крышкой умножить на d y 1 с крышкой pd w 1 1 1 3 ну и понятно что вот на этом вот это вот вычисление заканчивается но если бы я хотел бы посмотреть на производные не по вот этой штуке а по какой-нибудь скажем давайте начнем с вот этой вот штуки как она устроена значит во первых вот этот вот вес он влияет на то какими будут значит он влияет на то каким будет вот это h1 дальше вот это h1 влияет на то какими будут все вот эти вот игреки значит формула получается чуть более сложный и что важно это то что опять же нам нужно будет использовать давайте посмотрим как это будет работать d и грех с крышкой pd w 1 1 2 например это есть следующая вещь это мне нужно будет считать d l под и грех с крышкой и ты просуммировать все это умножить на то как d и грех с крышкой и ты зависит от d h1 и умножить на то как d h1 зависит от дубль в 1 1 2 так правильно написал вот смотрите что нам здесь нужно знать нам здесь нужно знать как значит как вот эти вот штуки зависит от вот на данном случае от вот этого вот этого элемента значит на предыдущем шаге нам это знать не нужно было нам нужно было знать только как игреки зависит от вот этого веса но зато если меня теперь интересует как зависит а как зависит допустим опять же для d y для d l по d w 1 1 1 1 давайте посмотрим теперь на то как устроена зависимость от вот этой вот штуки смотрите значит вот эта вот штуку это это вот вес он влияет на вот это вот что ивет с крышеч temos слою а этот неixisk влияет на все вот эти а теперь каждый из вот этих вот ничков он влияет на каждый из вот этих вот игрек То есть, когда я буду писать формулу аналогичную вот этой, у меня будут возникать производные у по всем вот этим ашкам. Для того, чтобы найти производную у по вот этим каким-то весам, мне нужно знать производную у по вот этим ашкам. Ну и на самом деле, о чем идет речь в алгоритме обратного распространения ошибки? О том, что если мы будем находить эти производные последовательно, начиная с конца, то есть мы сначала находим производные у по вот этим вот весам, потом мы находим производные у по вот этим ашкам, потом мы находим производные у по вот этим весам, используя знания про производные у по вот этим вот ашкам, используя вот эти вот штуки. Потом мы будем находить производные у по вот этим ашкам и так далее. Значит, это будет эффективно. В каком смысле? Но в том смысле, что нам не придется несколько раз находить производные у по вот этим вот ашкам. То есть мы один раз их найдем и запомним. И здесь важно то, что их выгодно находить именно начиная с конца, а не наоборот. Именно потому, что вот эти вот производные нам пригодятся для того, чтобы находить производные по вот этим вот ашкам. Они, в свою очередь, нам нужны, чтобы найти производные по вот этим W-шкам. То есть выгодно начать с вот этих ашек, а потом продолжить вот этим ашкам. Вот. Это вот такое алгоритмическое замечание. Но, как бы, с одной стороны, когда его расскажешь, кажется, что, ну, понятно, что так и нужно считать. Но, с другой стороны, когда вы этого еще не знаете, это некоторые достижения. И это был один из таких краеугольных камней, которые лежат в основе всей этой истории про искусственные нейросети и про гипплёнинг. Вот. Ну, формально можно это написать таким образом. Вот смотрите, некоторые упрощения. Вот представьте себе, что вам нужно... Представьте себе, что у вас есть произведение Матриц. Значит, вам нужно посчитать вот такую штуку. a, b, c, d умножить на какой-то вектор. x1, xn. Значит, вот алгоритмически можно вот эту штуку считать по-разному. Можно считать двумя разными способами. Можно было бы сначала посчитать произведение Матрицы А на Матрицу В. Потом посчитать произведение того, что получилось, на Матрицу С. То есть можно было бы расставить скобки вот так. А можно было бы то же самое произведение посчитать вот так. Понятно, что получился бы один и тот же результат. Но как вы считаете, какой из этих подходов более эффективен алгоритмически? Второй. Второй эффективнее, да. Потому что мы каждый раз получаем... Значит, мы каждый раз делаем операцию умножения Матрицы на вектор и получаем на выходе снова вектор. И это приводит к тому, что, значит, вот в этом вот подходе у нас операции будет требоваться меньше, гораздо меньше, если Матрицы большие, гораздо меньше, чем в этом подходе. Потому что здесь нам нужно посчитать, например, произведение Матрица А на Матрицу В и на выходе получить новую Матрицу. То есть как бы вот здесь вот, когда мы вычисляем вот это вот произведение, мы решаем более сложную задачу. Мы решаем задачу найти не конкретно вот это произведение, а вот этой вот композиции Матрицы на конкретный вектор. А мы находим, вот когда мы вот эту вот штуку вычислили, мы находим решение задачи типа найти всевозможное произведение, значит, этой композиции Матрицы на всевозможные вектора. Вот если бы у нас была бы такая задача, научиться быстро находить произведения для разнообразных этих иксов, то вот такой подход был бы хороший. А если у нас есть конкретный вот этот вектор иксов, и нам нужно найти это произведение, то вот такой подход хороший. И бэкпроб это фактически эквивалентно тому, что вы будете расставлять скобки вот именно таким образом. То есть вы начинаете с того, что у вас есть вектор градиента L по вот этим вот Y, это какой-то вектор. И дальше вы считаете там произведение каких-то матриц, их нужно аккуратно выписать. Но считаете вы его именно так, что вы каждый раз получаете какой-то промежуточный вектор. Например, вектор частных производных вот этих вот штук, ну даже не этих штук, а уже L по вот этим вот Ашкам. Это будет какой-то не слишком длинный вектор. Дальше вы будете считать, опять же, частные производные L по вот этим вот Ашкам и так далее. То есть таким образом, поддерживая только информацию о частных производных L по каждому из вот этих вот промежуточных штук, вы можете сделать вычисление градиента более эффективным. Ну вот примерно такая идея во всей этой истории про backpropagation. Вот. И давайте, значит, у меня остается еще 15 минут. Давайте я набросаю некоторые доказательства теоремы об универсальной аппроксимации. И я не буду доказывать эту теорему в том виде, в котором она была доказана, Цибенко. Но я докажу некоторую упрощенную ее версию. Но она просто показывает, что несмотря на то, что сама по себе формула для описания вот этих нейросетей, полносвязанных нейросетей, они же многослойные персептроны, несмотря на то, что она очень простая, она позволяет аппроксимировать любую зависимость. Это мало чего говорит с практической точки зрения, потому что одно дело некоторое теоретическое возможность аппроксимировать, а другое дело ее реальная достижимость. Но, по крайней мере, она говорит, что нейросети достаточно гибкие для того, чтобы аппроксимировать что угодно. Значит, давайте я буду использовать утверждение такое. Рассмотрим многослойный персептрон с двумя скрытыми слоями. Давайте я буду аппроксимировать сейчас функцию из R в R. Пока что для простоты. То есть картинка будет выглядеть так. Вот у меня есть какой-то X. Давайте я еще добавлю один входной нейрон, который называется единица. Это будет входной нейрон, в котором значение 1. Это то же самое, что когда вы делаете линейную регрессию, вы добавляете вот этот самый столбец из единиц. Я сейчас делаю то же самое. И дальше у меня будут два скрытых слоя. Сейчас, может быть, у меня одного скрытого слоя хватит. Сейчас посмотрим. На выходе я хочу получить снова число, просто какой-то Y. Посмотрим, сколько мне нужно скрытых слоев. Я хочу сказать, что я могу аппроксимировать с помощью вот такой вот штуки. Я могу аппроксимировать любую непрерывную функцию из R в R. Значит, любую непрерывную функцию. Может возникнуть вопрос, по какой норме аппроксимировать. Ну, давайте просто по суправим норме. Значит, чего я делаю? Значит, вот у меня есть... Да, значит, функция активации RELU. Чего я делаю? Во-первых, я могу... Значит, что будет находиться на выходах... Да, мне нужно два скрытых слоя. Значит, что будет находиться на выходах первого скрытого слоя? Значит, я применяю просто RELU к линейной комбинации XI единицы. То есть это означает просто, что я... Беру эту самую RELU и подставляю в нее... Значит, делаю какие-то вот такие вот штуки. Я могу двигать вправо-влево ее за счет того, что у меня здесь есть единица. И могу делать вот этот вот наклон, каким хочу, вертикальным, более вертикальным или более горизонтальным. За счет того, что я X могу умножать на призвольные веса. Значит, это то, что у меня будут на выходе первого скрытого слоя. Значит, теперь смотрите, что я дальше могу сделать. Я могу взять две такие функции такого типа и вычесть одну из другой. Значит, вот у меня будет одна такая функция. Давайте с одним и тем же наклоном. И вот у меня будет другая такая функция. И я вычитаю одну из другой. Значит, это я уже могу делать... Значит, у меня на выходе первого слоя у меня возникают вот такие вот сдвинутые релушки. Значит, благодаря тому, что я могу их комбинировать с какими-то весами, когда я получаю входы для второго слова, то это означает, например, что я могу вычесть из одной другой. Значит, если я вычитаю, то у меня получается... Сейчас здесь у меня ноль. Потом она вот так вот растет, а потом она снова вот такая. Значит, то есть я могу... Значит, я могу... Вот здесь я могу получить любую вот такую ступеньку. Ну, теперь я могу просто взять и вычесть из одной такой ступеньки другую такую ступеньку. Зачем у меня получается? Давайте я ее сделаю даже более вертикальной такой. Ну, ладно, пусть она такая будет. Я просто сдвину ее еще немножко. Значит, что здесь будет получаться? Опять же, если я вычитаю из одного другое, то у меня получается какая-то такая штука. Так, так. Потом так, так. Похоже на правду. Да. Только кажется, нам, наверное, L2 все-таки норму нужно взять, а не субнормой. L2... Что-то такое состояние. Потому что вот эти ступеньки, они с L2 нормой... Давайте L2 возьмем. Давайте L2 возьмем. Просто кажется, противоречие не получится. Да. Ну, а дальше понятно. То есть, смотрите, что у нас происходит. Мы умеем делать вот такие ступеньки здесь с каким-то наклоном. Но при этом наклон мы можем делать сколько угодно большим. То есть, это означает, что мы можем хорошо аппроксимировать просто вот такую ступеньку. Ну, а дальше мы знаем, что такие ступеньки плотные, действительно, в L2 норме в пространстве всех. В L2. То есть, не только непрерывные, а все L2 можем так. Да, можно. Можно, можно. Вот. В общем-то и все. Смотрите, значит, на выходе вот этого слоя у нас возникают вот такие штуки. Значит, на выходе вот этого слоя у нас возникают вот такие штуки. А дальше, когда мы из них формируем Y, мы можем как бы из пар вот таких вот штук делать вот такие ступеньки. И если мы разрешаем вот здесь вот на промежуточных слоях иметь очень много нейронов, то это все равно, что мы берем и делаем просто линейную комбинацию большого количества вот таких вот ступенек. И все. Таким образом, любую функцию мы можем аппроксимировать. Вот. На самом деле, это некоторая совсем упрощенная версия этой теоремы, потому что, на самом деле, я не помню для RELU, но для арктангенса достаточно одного скрытого слоя. Вот. Но, значит, мне кажется, что здесь проще чуть-чуть ослабить условия теоремы, просто показать, как работает механика. В общем-то, в некотором смысле удивительный факт, что достаточно такой простой нелинейной функции как RELU для того, чтобы аппроксимировать все, что угодно. Ну, этот факт кажется удивительным, но только до тех пор, пока вы не задумываетесь о том, что достаточно вот такой ступеньки, чтобы аппроксимировать тоже все, что угодно, если вы можете делать их комбинации, вычитать одно из другого. Вот. Дальше, значит, это был пример про отображение из R в R. В принципе, похожим образом можно сделать пример для отображения из R квадрат в R. В принципе, вы можете поэкспериментировать с этим, посмотреть, как оно будет вести себя не на прямой, а на плоскости. Ну и, в принципе, размышляв о таком духе, становится понятно, что если мы здесь разрешаем большое количество нейронов, то, в принципе, теоретически мы можем аппроксимировать что угодно. Ну, некоторые минусы всех этих рассуждений, что они нас вообще никак не приближают к пониманию того, в какой мере эти приближения достигаются, если мы будем пытаться обучить нейросеть вот с помощью тех алгоритмов, которые мы знаем, с помощью градиентного спуска и все такое прочее. Но, значит, эта теорема ничего про это не говорит, и на самом деле… А при этом ключевый вопрос именно на этом. Насколько мы можем… Насколько же мы можем найти эти самые параметры модели нашей матрицы W? Ну, по крайней мере, говорю, что теоретически можно аппроксимировать. Дальше опять возникает вопрос об архитектуре. То есть вот эта теорема, которую я сейчас сформулировал на набросах доказательства, которые я привел, она говорит, что если вы хотите лучше аппроксимацию, то надо делать сеть более, так сказать, широкой. Но при этом увеличивать, наращивать количество нейронов в одном слое. Но при этом содержательные результаты, которые создали дипломеринк-революцию, они, в общем, крутились вокруг идеи о том, что наоборот нужно не делать сеть более широкой, а наоборот наращивать количество слоев. У этого тоже есть определенное, ну, у этого есть определенное обоснование, такое тоже скорее эвристическое. Но мы про это еще поговорим в следующий раз. Ну, вот, по крайней мере, какую-то часть этой истории про нейросети я рассказал. То есть есть ли какие-то вопросы? Да, вот можно вопрос про нейросети, заодно сразу про нейросети. Вот с фича инжинирингом. Вот мы кучу дубль-в таких параметров завели в этом модене называлось. Да, персекцион. Многословный персекцион. Вопрос такой, насколько сильно падает, как бы, точнее, как вот зависит качество предсказания от количества данных, которые нужны, чтобы обучить. Что-нибудь такое, можно сказать? И про линейную регрессию тоже. Это хороший вопрос. Ну, кстати, во-первых, если вы внимательно посмотрите, то линейная регрессия – это, на самом деле, частный случай просто вот такого персектора. Ну, да. Но про линейную регрессию имелся вопрос, когда вот самостоятельно какие-то фичи добавляются, и, допустим, их очень много добавилось, а данные как бы те же самые. Да, 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 да. Количество точно. Да, это, на самом деле, очень хороший вопрос. Действительно, и когда вы добавляете новые фичи, вы делаете модель, в модели возникает большее количество параметров, модель становится более гибкой и в связи с этим более склонной к переобучению. И, на самом деле, нейронки, если так просто на них посмотреть, то они, по идее, должны ужасно переобучаться. То есть именно за счет того, что у вас возникает много параметров. На практике не совсем понятно, почему, но нейронки с правильной архитектурой, с какой-то удачной архитектурой, обучаемые удачным методом, конкретно используются не просто градиентный спуск, а стихотический градиентный спуск. Не знаю, обсуждалось ли, что такое стихотический градиентный спуск? Ну, давайте я скажу. Да, обсуждалось. Обсуждалось, да? Вот. Значит, вот оказывается, что, опять же, при правильной архитектуре, при правильном выборе методов обучения, несмотря на то, что теоретически современные нейросетевые модели ужасно overparameterized, то есть у них огромное количество параметров больше, чем, по идее, должно было бы быть, но они каким-то мистическим образом умудряются не слишком сильно переобучаться. Это одна из, насколько я понимаю, пока что нет в сообществе какого-то понятного ответа на вопрос о том, почему современные нейронки с какими-то дикими миллиардами параметров, особенно какие-нибудь большие языковые модели, почему они так хорошо работают. Видимо, один из ответов, что это может быть связано с обязанным обучением, именно со стихотическим градиентным спуском, который увеличивает вероятность того, что вы попадете в тот минимум, который, он может быть все равно локальный будет минимум, но он будет как бы хорошо обобщаться на новые данные. Но не совсем понятно, так это или нет. По крайней мере, у меня нет ощущения, чтобы на эту тему был какой-то прям явный консенсус. Но в целом, да, если вы, то есть теоретически, да, добавление новых параметров может привести к тому, что у вас возникнет переобучение. И, в частности, нейронки сами по себе, они достаточно data hungry. Окей, тут тоже есть свои тонкости. Это зависит от того, что у вас за нейронка, какая архитектура. Но в целом понятно, что если вы хотите обучить большую нейронку, то вам нужно много данных.